Тревожный 1942 год. На юге фашистское командование бросило в наступление более миллиона солдат. Важнейшее направление Сталинградское. У гитлеровцев явное превосходство в танках, в авиации. Опаленные боями, израненные. Советские воины стойко обороняли каждую пять родной земли. Силы их были истощены до предела. Грозная опасность нависла над Сталинградом. Ни шагу назад. Отстоять город призывала коммунистическая партия. И каждый сталинградец был полон решимости выстоять до конца. 23 августа. В этот день фашистские самолеты две тысячи раз сбрасывали на город смертоносный груз. Севернее полуразрушенного пылающего леса. Сталинграда немцы прорвались к Волге. Но взять город штурмом фашистам не удалось. Начиная с сентября на улицах Сталинграда шли упорные многодневные бои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В рядах защитников города сражались экипажи судов Волжской флотилии. Всю тяжесть обороны взяла на себя 62-я армия, которой командовал генерал Чуйков. Ее дивизии были прижаты к берегу. Местами до Волги оставалось 200 метров. Беспримерное мужество проявили гвардейцы генерала Родинцева. Каждый клочок Сталинградской земли полит солдатской кровью. Умереть, но не сдать Сталинград. Таков был девиз защитников города. Там, где было труднее всего, впереди коммунисты. Днем и ночью, долгие два месяца, бойцы сержанта-коммуниста Павлова отбивали атаки фашистов и выстояли. Дом, который они защищали, остался неприступной крепостью. Подвиги героев-сталинградцев. Они не уйдут из нашей памяти. 700 ожесточенных атак врага отбили защитники города. Оборона Сталинграда готовила будущее наступление. За дымом битвы вставало солнце нашей победы. Субтитры создавал DimaTorzok